Всем привет, это Чё Позырить, и сегодня у нас такой некий экспериментальный выпуск. Я решил составить топ-5 фильмов, на которые можно сходить в кино в ноябре. Скажу сразу, я не стал распределять фильмы по местам, потому что я выбирал не из спецэффектов, а в принципе из сюжета, режиссера, актера, и что бы лично. Мне хотелось посмотреть, поэтому не относитесь к местам, прям местам. Но в конце будет классный фильм. Начнем с больного. В ноябре должен был выйти Джеймс Бонд. Но его перекинули на следующий год. Это для меня, как для фаната Бондианы, очень больно и смешно, потому что фильм называется «Не время умирать» и все время переносит этот фильм. Да, это жестко. Первый фильм, на который можно сходить в ноябре, это «Цой». Согласитесь, название говорящее. Но там про Цоя очень мало, потому что фильм посвящен в основном водителю, который сбил Цоя. Про то, как его ругали, гнобили, и какой тяжелый крест через всю свою жизнь, не только он, но и его семья пронесли. Скажу сразу, сын Цоя был против этого. Но мы живем в России, чувак. Всем плевать. Хотя я тоже против. Ахахахаха. А? Че не смеете-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Стер этого фильма был учитель. Не математики, а такой, значит, дядька, который уже очень давно снимает про жизнь Цоя. Он снимал такие фильмы, как «Последний герой», «Последний герой» 20 лет спустя. Сценаристов этого фильма, увы, я не знаю, и работы их не смог найти. Хотя я думаю, что они тоже не первый их фильм. Хороший актерский состав. Там есть на кого посмотреть. Это Паулина Андреева, Марьяна Спивак, которая играла «Нелюбовь» и «В эпидемии». Мужчина там хороший, играет актер. Евгений Цыганов. Поэтому состав вроде прикольный. Фильм понятно про что. Надо идти, надо страдать. Все в кино. А, а, стоп. Я решил еще в этом выпуске показывать вам небольшие кусочки трейлеров, чтобы было понятно примерно про что там. И про что я говорю. Но если вы хотите посмотреть полный трейлер, вбивайте в Ютубе, там все есть. Именно сегодня. И именно сейчас. Продолжение следует... Следующий фильм, который выйдет в ноябре, это победитель Венецианского фестиваля. Дорогие товарищи. Режиссер, сценарист и продюсер Андрей Кончаловский. Ну, про него не буду говорить, про него и так все знают. Я посмотрел актерский состав, честно скажу, но я оттуда практически никого не знаю, поэтому интересно. Фильм «Черно-белый». В фильме показана интересная история про то, как завод в одном из городов встал, потому что ему резали зарплату, и начался бунт, начался митинг, когда рабочие говорят, мы не будем менять власть, дайте нам денег. Как бы снимается про Советский Союз, эта история была реальна, но она была очень долго закрытая, и слава богу, они решили это показать. На весь мир объявили, что будем скоро жить при коммунизме, а сами цены поднимают. Что жить не надо, что? Зарплату в треть урезали. Зарплату! Зарплату! Народ несознательно ничего не понимает. Весь завод пойдет. Мы в демократии живем. Эти люди, они затаили злобу на советскую власть. Дай им волю арестовать и судить. По всей строгости, по закону. Кто стрелял? Эти люди должны быть забыты. Об этом вообще говорить нельзя. И мне нравится, как поступают режиссеры, когда они говорят, смотрите, вот мы сняли про бунт, как не нравится власть, но это про Советский Союз. К нам это не относится, у нас такого нет. Нашей страны это не касается. Это очень круто, такая, знаете, пасхалочка нам всем на будущее. Не только нам, но и нашим соседям. Если вы понимаете, о чем я. Следующий фильм, который можно посмотреть в ноябре в кинотеатрах, называется «Еще по одной». Да, согласен, звучит как будто третий хороший российский фильм, но нет. На самом деле это Великобритания. И там очень классный сюжет. Четыре товарища, работающих в школе, там физрук, трудовик, как обычно, еще кто-то, наверное, они решили каждый день выпивать. То есть в их крови каждый день должно быть 0,5 промилле. И вот в какой-то момент им становится мало. Посмотрите трейлер, он очень забавный, очень веселый. Не желают ли господа начать с шампанского? Почему бы нет? Я за рулем. Мне минералку, пожалуйста. Без лимона. Без лимона. Жаль, что ты у нас такой правильный. Ну, смотря что считать правильным, например, ряд ученых утверждает, что с самого рождения мы страдаем от нехватки 0,05% алкоголя в крови. Эксперимент. Да. Каждый день мы будем употреблять алкоголь, компенсируя нехватку 0,05 промилле в крови исключительно для изучения его психологического и терапевтического эффектов. Пить будем только в рабочее время? Да, как Хемингуэй. Ни грамма после восьми и в выходные. Я уже лет сто так хорошо себя не чувствовал. Думаю, пришло время увеличить дозировку. Ты пьян? Я слегка перебрал вчера. Сначала я поддерживала ваш эксперимент, но он зашел слишком далеко. Странно, что в фильме в описании написана драма. Видимо, после такого веселья нас ждет какая-то тяжелая судьба одного из героев. Там хороший актер. Сейчас скажу, как его зовут. Эть, да, чуть-чуть сбилась камера, но извините, друзья, такой вот я. Я один снимаю, вообще здесь никого нету, блин, это сложновато. Оператор ушел, поэтому я один, извините. Принимайте меня таким. В главной роли фильма Мац Миккельсон. В казино рояле он играл врага, также он был врагом доктора Стрэнджа. Видишь? Режиссер, сценарист и продюсер Томас Винтерберг. Он снимал Курск и снимал Охота. Ничего из этого, к сожалению, я не смотрел, но когда-нибудь нагоню. Пау-пау-пау. Так, сейчас будет два фильма, которых бы я не хотел вам советовать. Это Северный ветер. Снимала его, режиссировала все, все, все там. И писала Рената Литвинова. Ну, не знаю, я почему-то не очень серьезно к ней отношусь. В принципе, задумка прикольная, но как она это сделала в своей манере и прочее-прочее. Ну, не очень вкусно мне на это смотреть. Вот кусочек трейлера. Это было волшебное время, когда царил Великий Матриархат. Женщины нашего северного клана правили в отсутствии мужчин и жили в ожидании их. У нашего клана был лишний час, тринадцатый или двадцать пятый. И все члены нашей семьи жили на час больше в сутках, чем все остальные люди. Мы были все семьи. И в один миг все изменилось. И начался хаос. Захлопывай! И чтобы все спасти, кто-то из нас должен был умереть. Также в ноябре еще выходит «Избави нас от лукавого». Это не ужастик, это корейский такой фильм, фу-фу, боевики. Но я не фанат боевиков, когда боевик ради боевика. То есть все, что берется, ломается, взрывается. Если взрывается, еще больше всего взрывается. Ну, вроде прикольно, Корея классно делает, но просто лично я не фанат вот такого вот кино. Я не знаю, Ну что ж, вернемся к совету на ноябрь. Еще фильм, на который я посоветовал бы вам сходить, это «На острие». Ммм, вкуснотища. Режиссер Эдуард Бардуков, я смотрел у него «Коробка», у него еще много чего выходило, но я вот помню его по «Коробке» с Романовичем. И он из этого фильма «Коробка» очень много кого перенес сюда. Например, Стасю Милославскую. Молодая актриса, она говорит, младше меня. Но в целом с ней сейчас выходит столько фильмов, что скоро, я думаю, что она будет, как Александр Петров и Данила Козловский, во всех, во всех фильмах, фильмах классно, потому что она хорошая, на нее приятно смотреть. И еще она и девушка Петрова. Любовь! Такая молодая, подающая надежды актриса. Но в этом фильме главное не она, а Светлана Хоченькова. Мне очень нравится Светлана Хоченькова, потому что я, как зритель, наблюдаю за ее эволюцией. Потому что я помню, когда начиналась там «Любовь морковь», там психолог такой непонятный. И сейчас она бам-бам-бам снялась у Марвел. И сейчас она уже берет такие фильмы статные, где она вот главная героиня, актриса. И она может показать ту психологию женщины. Фильм про фехтовальщиц. И дело в том, что для одной это первая Олимпиада, а для другой последняя. И они оба хотят себя зарекомендовать, чтобы вот мы лучше смотреть. И вот про это фильм «Борьба двух женщин». Мне вообще нравится то, что сейчас нет гендерных признаков у фильмов. Вот интересно про это? Снимаем. И все. И пофигу, пойдут люди или нет. Главное, делаем это очень круто. Кира Егорова. Это ее первые взрослые соревнования. И лидер нашей сборной Александра Покровская. Гот, прэ, алле. Но я бы не назвала почетные поводы на пенсию вечеринкой. Ты обрадуете на пенсию? Замены достойные. Ты понимаешь, что ты можешь остаться хромой на всю жизнь? Это мое место, я его никому не отдам. Ты меня понял? Еще! Потому что это моя Олимпиада, это моя медаль. Какая-то долбанная золотая медаль, она моя! Я понимаю, что это хит-парад без мест, но на первое место я поставил фильм, который мне реально было бы интересно посмотреть. Это иллюзия смерти. Режиссер Олег Асадулин, он снимал «Закрытую школу», «Темный мир». А, ну и фильм «Корпоратив». Мне из этого ничего не нравится. «Закрытая школа Перси» он хорош, «Темный мир» я ожидал что-то. «Корпоратив» слабовато. Ну, мое мнение сугубо. Один из сценаристов, один из сценаристов писал «Тренер» с Козловским. Опять же, Данила сегодня в моем выпуске просто. Мне нравится там актерский состав. Это Андрей Бурковский. Достаточно. Нет. Там еще Аглая Тарасова и Данила Якушева. Блин, Бурковский просто ванлав. Классный актер, мне очень нравится. Посмотрите с ним «Звоните Ди Каприо». Сериал, в принципе, как про Сафроновых. То есть, там есть три брата, которые делают магические установки. И это последнее их выступление. После этого они заканчивают. Там есть конфликты между ними. И вот что-то идет не так. Начинает что-то ломаться, крушиться и прочее, прочее, прочее. Много что-то даже умереть. Поэтому на это интересно смотреть. Мне нравится, что фильм камерный. То есть, вот только здесь все происходит. И все. Это как коллектор с Хабенским. Очень здорово. Советую посмотреть. Я сам пойду на него. Лучшие из нас пытались найти предел, где иллюзия превращается в настоящую магию. Мы попытаемся повторить семь самых смертельных иллюзий. Вы так любите замечать чужие секреты. Пришло время раскрыть ваше. Это больше не ваше шоу. Кать, стой! Я пришел. Теперь мое. Шоу должен продолжаться. Перелетайте, умрешь. Ты кто-то из нас. Хочешь, чтобы я сдал? Братья. Она моя семья. А последним станет номер, который еще никто никогда не делал. Отстегивайте. Вот такие вот фильмы я хочу последовать вам посмотреть в ноябре. И на что пойдете, пишите в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь. Делитесь с друзьями. Ходите с друзьями. Любите кино. У меня все. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok